всем привет сегодня готовлю хачапури из того же универсального дрожжевого теста которое готовила ранее у меня есть на канале с ними готовила пирожки сейчас хочу показать как какие получаются хачапури с ним вот настолько хорошее тесто что с ним все вкусно получается даже булочки если добавить сахара немножко то и можно в булочке сделать может как-нибудь делаю покажу вам вот так же делаю из полтора килограмма муки хочу показать вам количество какой получается хачапури ссылку на это тесто оставлю в описании пока тесто поднимается подготовим начинку значит у меня здесь килограмм где-то сулбуни сыра можно любой сыр домашний который хорошо плавится но не желтый твердый это для хачапури не подходит я добавляю 200 грамм творога так если сыр у вас соленый творог возьмет соль на себя то есть разбавить соль посмотрите если все равно будет соленый добавите еще творога в итоге я беру например сколько у меня тесто например на полтора килограмма муки получается где-то столько же сыра чтобы когда начинки много вкуснее весь получается добавляю масло сливочное мягкое здесь где-то ну давайте я посмотрю сколько здесь 50 грамм этого хватит я вот так вот размягчу его руками дальше добавляю сюда два яйца грузия обычно ну очень многие добавляют вместо творога картошку но мне это не нравится я как бы люблю вот пирожки с картошкой да вот люблю очень а вот хачапури по мне так оно должно быть вот именно с сыром и творог ведь он тот же самый сыр только не соленый добавлю немножко соли потому что у меня сулугуни не очень соленый как бы еще помогает как бы экономить сыр сыр-то сам по себе дорогой а с творогом если разбавить он получается не слишком такой приторный один только сыр и вкусный получается с творогом не как бы будет такая экономия перемешиваем все руками лучше руками чтобы можно было почувствовать как масло распределяется везде вот так вот сильно мяч не надо просто надо перемешать конце посмотрите на соль можно сбрызла и как бы если домашняя брынза хорошо плавится можно сбрызла разбавить творог все начинка наша готова положу в холодильник пока тесто подымается тесто маша поднялось надо выпустить из него лишний воздух нажимаем посередине нам надо сделать из него клубочки это пока уберем стараемся делать небольшие так удобнее переворачивать при жарке итак подготовим сыр здесь у нас пока десять шесть клубочков эти наши из клубочков сделаем таких же клубочков 6 сыра чтобы удобнее было заворачивать вот так вот вот так вот шесть посыпаем стол мукой вот так вот надавливаем раскатываем руками сильно раскатывать не надо ставим кругляшок то есть кругляшок сыра зависит от того сколько вы сами захотите много сыра мало сыра дальше делаем что-то похожее на хинкали вот так вот заворачиваем как хинкали если вы завернули тесто у вас вот здесь вот сильно большой кончик остается вы можете его убрать если не хотите толстый как бы толстый чтоб тесто было есть хотите тонкое тесто лучше его убрать и так вот так вот пока убираем чтоб отдохнула вместе с сыром дальше делаем точно так же другим у меня здесь вот каждый клубочек приблизительно 170 180 грамм получается а сыра клубочек сейчас скажу вам приблизительно сколько приблизительно 100 грамм сыра дальше даем отдохнуть дальше нам надо слегка раскатывать начинаем с первого то что мы первый раз как бы заворачивали он уже подошел пока мы делали остальное давить сильно не надо раскатываем так слегка вот надавливаем не сильно толщину вы как бы смотрите сами как вы хотите я люблю когда тонко когда тесто тонкая сыра больше получается видите у меня клубочки небольшие были поэтому я вот делаю небольшие так удобнее поворачивать переворачивать дальше местами вилкой вот так вот полю чтобы не надувалась дальше хорошо прогреваем сковородку но не на максимальном огне будем обжаривать у меня вот максимальная 6 я оставлю на четверку чтобы она вот медленно хорошо обжаривать без масла кто хочет может с маслом я буду сливочным маслом в конце обмазывать а чтобы внутри хорошо пропеклось накрываю вот так вот крышкой посмотрим можно переворачивать пока обжаривается один хачапури у нас мы раскатываем следующий подготавливаем по сторонам которая обжарилась можно уже смазать маслом сливочным можно потом смазать уже на подносим так вот и и и и и и у меня в итоге получилось 15 клубочков из которых вот я сейчас обжариваю 8 а 7 буду замораживать на случай если придут гости или опять домашние захотят хочу буду наверно размораживать и выпекать уже в духовке посмотрите как я замораживаю вот так вот раскатала пергамент положила сверху еще один пергамент сверху еще один слой так вот буду делать 7 штук и замораживать после того как заморозится достану вот этот поднос и просто вот в пергаменте завернув пакет и оставлю в морозилке когда нужно будет достать зачем нужен пергамент чтобы она не слеплась друг с другом можно по одному достать если вы все сразу будете обжариваете с вот так вот сразу вот так вот сразу в пергаменте разморозили и сразу в духовку смотри я что делал смотри не порвел ага помню комантин комантин мама ты с тобой сочишь я шучу и так ты шутишь я вот так делаю мама тебе вот так не видно да не надо сейчас порвешь а это нужно нет не нужно ты хочешь мне помочь ты что мой помощник давай сюда бумажки это это вот вот так вот сколько у нас уже здесь посчитал ты посчитал 1 2 3 4 5 6 еще один съемок 3 2 2 1 5 поставь сюда бумажки на нее поставь вот сюда вот так что там Мария Юрьевна рассказывает Мария Мурина Марина Мурина? Нет, Мария Юрьевна Марина ушла ушла она? да что она говорит убираете игрушки? да конечно я тебе сына помогу мам ну давай давай как помогать? не знаю как ты сильно не поможешь как? я светлый вот так вот столько у нас получилось они пока еще кажется толстенькими но когда постоят немножко они вот спадут и будут тонкие вот так вот вкусно никто уже не хочет ждать пока остынут так что придется детям нарезать достала более-менее остывшую посмотрите тоненькая посмотрите тоненькая пока-пока скажи пока пока-пока 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 пока-пока